Музыка Председатель областного парламента Евгений Люлин в молодежном центре «Высота» встретился с активистами волонтерских центров Нижегородской области. Подчеркнув, что сейчас, когда коронавирус отступает, есть время обернуться назад, подвести итоги, сказать спасибо тем, кто был в центре событий. Это неравнодушные люди, это волонтеры, которые проявили свои качества, человеческие качества в самый трудный промежуток времени. Понимаете, это очень важно, когда каждый человек может знать, что есть люди, которые рядом, которые неравнодушные, которые не оставят тебя одного. На встрече было отмечено, что в первые дни пандемии во всех районных областях были открыты оперативные штабы. За период работы волонтерского центра отработано более 56 тысяч заявок. 2020 год очень активно прошел, когда кто-то выбирал разводить панику. Мы быстро аккумулировали силы. И я, как председатель комиссии по бюджету и экономике предпринимательства в общественной палате города Нижнего Новгорода, собрали всех предпринимателей, такую коалицию. За свои, за такие собранные средства мы закупали продукты. И на своих автомобилях, на своем транспорте мы развозили и в Нижнем Новгороде, и в Нижегородской области всем нуждающимся. Мы до сих пор помогаем и медикам, в вакцинации. То есть волонтеры наши, там, где нужно, в медицинских учреждениях помогают. Ну и плюсом, да, ведь это не только волонтерство-период пандемии. Конечно, нет. Конечно, это и благоустройство памятников. Это ребята проводят в субботнике, да, выезжают в семьи, где действительно помощь нужна. Старшему поколению помогает. Различное количество волонтерских организаций. Очень большое. Самое главное, что это востребовано, и люди хотят в этом участвовать. От темы волонтерства перешли к различным проектам, которые реализуют сегодня активисты. Алина Барсукова рассказала о проекте «Краски города», направленном на благоустройство многоквартирных домов. Также в рамках проекта совместно с Комитетом регионального парламента по вопросам градостроительной деятельности ЖКХ и ТЭК был разработан информационный стенд. Здесь, собственно, прописаны банальные вещи, но, как оказалось, как показали наши опросы, жители о них не знают. То есть, как вести себя в многоквартирных домах, о законе о тишине, о котором депутаты с Голодой ЗАГС приняли в 2018 году, то есть жители не знают. В ходе дискуссии председатель ЗАГС Собрания также ответил на вопросы активистов. Были затронуты темы ремонта и строительства спортивных площадок, поддержки молодых специалистов на селе и молодежных объединений. В завершении встречи спикер парламента еще раз поблагодарил активистов уладерских центров за активную работу, отметив, что добро всегда возвращается. Спутник «Восток-1» запускает на околоземную орбиту. Это историческая реконструкция события, которое произошло 12 апреля 1961 года. Она стала подарком для победителей и лауреатов конкурса «Гагарин I», итоги которого были подведены в Нижегородском планетарии. Здесь кто собрался, здесь победители. Вы же понимаете, что ваши рисунки лучше. Они были отобраны, дважды прошли, и сначала первично, потом голосовали за ваши рисунки. Поэтому у вас у всех большие таланты. Конкурс детского рисунка «Гагарин I» проходил на странице Евгения Люлина в социальной сети с 1 по 31 марта и был приурочен к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. За время приема работ было получено более 200 рисунков детей от 3 до 16 лет из разных населенных пунктов от Заволжья до Лыского. Возвлекаясь космосом и фантастикой, я на нем изобразил свою космическую семью Юра Гагарина и его ракету. У каждого своя фантастикой все-таки я представляю так свой космос. Для меня космос прям необычный такой. Для меня космос, там кажется, что там есть еще планеты много разных. Много их. Победители конкурса определяли жители региона. Среди тех, кто был отмечен особо, Алина Садакова, Павел Гусев, Мария Макарова, Алена Вострякова. Диплом за первое место пручен Хадижей Исаевой. Космос для меня это бескрайние просторы. Что пыталась изобразить на своем рисунке? Я пыталась изобразить планеты нашей Солнечной системы. Я просматривал все эти рисунки, конечно, но и радовался, и гордился нашими детьми от того, что многие в качестве рисунков. Ну, просто можно сегодня иллюстрировать книги на космонавтике нашими рисунками. И они вполне логично впишутся в эти большие книги. И, с другой стороны, столько творчества, столько идей, столько разных взглядов на космонавтику, на историю. Это, конечно же, удивительное явление. Вручая награды, Евгений Люлин поблагодарил всех юных художников за участие в конкурсе. Кроме подарков и дипломов, ребят ждала еще и познавательная экскурсия по залам Нижегородского планетария. Предприятия Городецкого района наращивают объемы производства. В 2020 году из-за пандемии коронавируса основное снижение объема отгруженной продукции произошло в секторе автокомпонентов и запчастей, которые составляют почти половину в структуре промышленного производства района. Сейчас ситуация в связи со стабилизацией положения в автомобильной отрасли в целом по стране стала улучшаться. Среди заводских предприятий уверенно себя чувствует Леони Рос, где выпускают электропроводку для автомобилей. Нам в какой-то мере повезло. Мы работаем на экспорт. И поэтому в момент, когда все предприятия в России стояли, мы продолжали работать. Потому что локдаун в России и локдаун в Европе не совпал. В какой-то мере это позволило нам сохранить те объемы и, скажем так, заработать определенные средства для того, чтобы наш персонал, работающий на заводе, ни в коей мере не пострадал. Мы отправили людей на оплачиваемый отпуск. И как только мы получили разрешение на работу, мы сразу же приступили к работе. Это было в конце мая. Уже к концу 2020 года предприятие восстановило объемы выпускаемой продукции. Сейчас их постепенно увеличивает. В планах Леони Рос реализация до 2024 года инвестиционного проекта по производству автокомпонентов. Для развития есть и площади, и квалифицированный персонал. Сегодня здесь трудится почти 2000 человек. В основном молодежь. Предприятие ведет грамотную политику в сфере кадрового потенциала, обеспечивает достойный уровень зарплаты, обучение сотрудников, их дальнейший профессиональный рост. В непростую ситуацию в прошлом году попали предприятия группы компании ЮТА. Из ограничительных мер объемы выпускаемой продукции уменьшились. Выходим за это с помощью государства, которое нам дало льготные кредиты. И это позволило нам сохранить производство, кадры. Если бы не эта поддержка, наверное, все было бы гораздо хуже. Сегодня, если говорить в целом об обрабатывающей промышленности городецкого района, а это и производство пищевых продуктов, текстильных изделий, транспортных средств и автокомпонентов, темп роста за январь и февраль к аналогичному периоду прошлого года составляет почти 123%. Большинство из этих предприятий заволжские. Заволжье оправдывает статус промышленного центра не только района, но и области. Здесь совершенно разнообразные производства, которые взаимодополняют друг друга, которые по-хорошему конкурируют между собой, тем самым оживляют и экономическую среду района и области, еще раз подчеркну, и обеспечивают занятость населения. Судя по динамике развития, можно сказать, что промышленный сектор городецкого района уже вскоре сможет вернуть потерянные в 2020 году позиции. С января 2020 года на территории городецкого района органами социальной защиты населения совместно с администрацией городецкого муниципального района успешно реализуется пилотный проект по повышению реальных доходов граждан в рамках заключаемого социального контракта. Агресная государственная социальная поддержка – это помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, у которых средний душевой доход ниже величины прожиточного минимума. При наличии в семье, претендующей на оказание социальной поддержки, потенциала для выхода из трудной жизненной ситуации между Управлением социальной защиты населения городецкого района и семьей заключается социальный контракт, которым предусматриваются взаимные обязательства сторон по повышению уровня жизни семьи. Социальный контракт – это новые меры социальной поддержки гражданам, чей средний душевой доход ниже прожиточного минимума. Социальный контракт заключается по следующим направлениям. Это поиск работы и трудоустройства. Второе направление – это наличие трудных жизненных ситуаций. Размер ежемесячных пособий составляет 11 540 рублей. В 2020 году 426 семей заключили социальный контракт по этим двум направлениям. Одним из значимых направлений при заключении социального контракта является осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и самозанятости. В 2020 году 53 индивидуальных предпринимателя и самозанятых получили до 250 тысяч рублей. Среди них Екатерина Рябова – творческая личность, давно мечтавшая самореализовать себя в парикмахерском искусстве и обучать других, желающих владеть всеми тонкостями и приобрести навыки домашнего парикмахера. Заключение социального контракта позволило Екатерине раскрыть свои возможности в этом направлении и вывести свою семью из трудной жизненной ситуации. Очень люблю свою профессию и давно мечтала открыть свою студию по льготной программе по работе с населением. И не хватало, естественно, финансов. Обратилась в управление соцзащиты, написала бизнес-проект и получила поддержку. У меня действительно работает льготная программа и программа мастер-классов «Домашний парикмахер». Преподаю мастер-классы по короткой мужской и женской стрижке и по косоплетению. Сейчас, на данный момент, я провела 18 мастер-классов и получаю очень много положительных отзывов, что дает толчок для дальнейшего действия, развития, цели, идеи, воплощения. В общем, есть над чем работать. В настоящее время для многих людей важно добиться успеха и признания в своей деятельности, сделать успешную карьеру и воплотить в реальность задуманные планы. Дориана Долбунова – профессиональный психолог, коуч, иными словами, человек, который помогает быстрее, комфортнее и проще добиться каких-то результатов, чем если бы это все делать в одиночку. Она эксперт по креативности и уникальности, а также по голосу и речи. Окончила Нижегородское духовное и пархиальное училище, Нижегородский государственный университет имени Лобачевского, Университет практической психологии, замечательная мама троих детей. Идею помогают людям, оказывая им психологическую поддержку, Дорианова нашему в своем сердце долгое время. И вот, наконец, 20 февраля текущего года состоялось, по ее словам, день рождения этой мечты. Открылся Центр развития личности. Так как маленький городок, и не сильно сюда дошло, в саморазвитие, оно необходимо. И те, кто занимается своим развитием, развитие личности, понимают, что в наше время, ну, такое интересное, так скажем, это один из способов жить достойно, сохранять свое человеческое лицо, не впадать в стрессы, когда нас окружает нестабильность сегодняшнего дня, и вообще выживать в этом мире благородно, нести как бы себя вот с достоинством. Это саморазвитие. И мои планы — нести людям вот эти знания, которые есть у меня. А эти знания действительно могут помочь сотням, а может быть и тысячам людей изменить свою жизнь, сделать ее лучше. Поэтому мне бы хотелось масштабироваться, расширяться, увеличиваться, собирать свою команду умных, интересных и осознанных людей, которые будут помогать не нести вот эти знания, добро и свет людям и, может быть, вывести на, ну, более такой масштабный уровень. Пока это только в мечтах, но когда-то и открытие этого центра было тоже только в мечтах. Смелые, творческие и креативные решения, без сомнения, позволят и Ирине Власовой добиться определенных высот в своей деятельности, как мастеру индивидуального пошива одежды. А главное, открытие собственной мастерской по проектированию индивидуальной пошива женской и детской одежды в рамках заключенных социального контракта дает возможность Ирине повысить финансовое благополучие своей семьи, занимаясь любимым делом. А относительно конкуренции, в этом деле у нее есть свои профессиональные изюминки. Ну, я бы сказала, во-первых, это современный взгляд, это новая какая-то стилистика, что-то свеженькое, ну, я имею в виду по идее. И основная моя задача — это дать качество хорошее. Это программа «Сапрограция», например, в которой я буду работать. Она дает высокое, более высокое качество, чем лекала, которые, например, я изготавливаю на бумаге. Вот, и, соответственно, качество выше, хорошие ткани подбираем, стилистику, дизайн, задумку интересную. И, соответственно, рождается что-то уникальное, то, что человек хочет именно вот под себя носить, одевать. У меня есть знакомая девушка из Питера, которая приезжает и пишет мне сообщение, «Ира, я еду в городец, и я хочу приехать, чтобы мы с тобой сшили там новые два платья». И то есть она уже едет в городец и знает, что она приедет на две недельки, и мы с ней там несколько моделей сделаем. То есть у меня есть действительно такие постоянные клиенты, которые едут как раз с желанием сшить себе то, что хочется. То есть вот этот вот процесс, наверное, нравится многим, то есть проработка такой, когда можно все изменить, манжеты, пуговицы добавить, убавить, все подкорректировать так, как хочется. Так что, да, это, как это сказать, на это подсаживается, когда можно действительно сделать то, что хочется. То есть то, что вот есть в голове задумка, и ее можно реализовать, и людям это очень нравится, да. Заключение социального контракта с государством стало также стартом для бизнес-идеи Романа Фомина. Он открыл мастерскую по ремонту и реставрации мебели, что поможет его семье выйти на уровень самообеспечения уже в текущем году. На выделенные в государство средства он купил современное оборудование, без которого в этой работе просто не бойтесь. Не сделалось такие детали лобзиком, там обычные, какой-то ножовкой, то есть изготавливаются, допустим, ну, какие-то вот такие заготовки, то есть которые, ну, так скажем, нужно заменить на изделия. Невозможно их, так скажем, отреставрировать, их нужно менять. И делается деталь, обрабатывается, и уже так дальше постепенно, потихоньку полигруется. По словам Романа, без государственной поддержки он даже при огромном своем желании не смог бы все это организовать. Ну, я занимался этим, но, так скажем, все на коленях, на коленке, руками, ножами. А сейчас, да, закупил оборудование, более все механизировано стало, легче гораздо. Еще один важный старт профессиональной деятельности с привлечением государственной помощи кардинальным образом изменил устоя жизни заволжанина Юрия Сергеева. На протяжении многих лет он занимался сапожным ремеслом, но из-за трудного материального положения возможности открыть собственное дело у него не было. В августе 2020 года Юрий заключает социальный контракт и уже в октябре начинает плодотворно работать в выбранном направлении. Очень важная поддержка. Во-первых, если бы ее не было, я бы не купил такого, как говорится, оборудования. Ну и, соответственно, качество было бы совсем другое. И виды, и слуг многие бы ушли, потому что, ну, голыми руками не сделаешь. А благодаря этой социальной помощи я купил все, что необходимо для работы. Данный станок является вытяжкой. Грязь засасывает туда. Можно убавить обороты, если какие-то трудности по обточке, заточке выклетают. А так прям все изумительно. Не надо надевать респиратор, чтобы дышать этой грязью. Вся грязь всасывается. Сам по себе мощный станок. Не нагревается. Не нагревается экономичный. В плане электричества. Кроме современного оборудования, на деньги, полученные по социальному контракту, Юрий Сергеев приобрел также специальный инструмент. Помещение, где сейчас работает. А главное, что поддержка государства помогает ему заниматься любимым делом на профессиональном уровне, как и всем людям, получившим такую помощь. Анализ эффективности заключения социальных контрактов в городецком районе по итогам 2020 года показал ожидаемый результат. Количество семей, вышедших на уровень самообеспечения, превышает 25% от общего количества заключенных контрактов. Важно и то, что, являясь пилотным, в 2020 году проект по повышению реальных доходов граждан внедрен с 1 января 2021 года на все территории Российской Федерации. При этом, по результатам 2020 года Нижегородская область является лидером среди пилотных регионов, реализующих указанный проект как по объему запланированного финансирования, так и по количеству заключенных социальных контрактов. Уютные семейные видео о взрослых и детях. Более 140 работ из 15 районов региона. Собрал окружной конкурс видеороликов «23 дубль 8», организованный по инициативе депутата Госдумы Артема Кавинова при поддержке городецкой телерадиокомпании и редакции газеты «Городецкий вестник». Приурочен конкурс был сразу к двум праздникам 23 февраля и 8 марта. Отсюда и название. Мой ролик про дедушку меня снимала мама на улице. А снимали потому, потому что я его очень люблю. Он очень… Он любит петь, занимается спортом. Я его очень люблю. Это ролик про настоящего мужчину. Настоящий мужчина – это наш папа. Мы его сняли, потому что он добрый, заботится, трудолюбивый, уважает нас, никогда не кричит на маму. И остается с нами, когда мама уходит на работу. Чествование юных участников и победителей конкурса из городецкого района прошло в школе номер два. От имени депутата Госдумы Артема Кавинова награды вручила его помощник Елена Балашова и глава городецкого района Александр Мудров. Наверное, здорово, что есть такие инициативы, которые позволяют нам, помимо нашей школьной программы, помимо доп. образования, которые есть в городецком районе, находить новые сферы для творчества, развития ваших детей. И большое спасибо, Артем Александрович, я думаю, все вы присоединитесь к моим словам за то, что в нашем городецком районе такие инициативы рождаются и реализуются. Впечатлило то, что ребята очень трепетно относятся к своей семье, к своим мамам, к своим папам с такой любовью, с такой теплотой они о них отзываются, дети любят своих родителей, родители заботятся о своих детях, и поэтому у нас все хорошо. Всего в этот день было вручено 10 дипломов лауреатов конкурса. Двое детей отмечены в числе призеров. Третьи места в номинациях «Настоящий мужчина» и «8 марта» присуждены Валерии Игнатовой и Дарьи Чекаловой. В подарок – поездка всей семьей в аквапарк. Приза зрительских симпатий удостоена Софья Егорова. Наш ролик мы снимали про нашу семью, и мы увидели вот это вот, что существует такой конкурс, и нам очень прям захотелось поучаствовать. Мы придумали, что мы сочним стих, и еще фотографии сделаем, и музыку, и в общем сделали, и думали, что может что-нибудь займем. Вот сертификат получили, обрадовались очень. Применение сертификата Егорова нашли тут же. Решили приобрести туристическую палатку. Говорят, очень любят путешествовать. Что касается победителей конкурса 23-8, то ими стали ребята из Таншаева и Ковернино. Они и получили главный приз – поездку в Москву. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова